О том, что зерновое соглашение между Украиной, Турцией, ООН и Россией продолжит свое действие во время встречи лидеров G20, заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Сейчас я считаю, что зерновое соглашение будет продлено. В этом нет проблем. Как только мы вернемся, мы продолжим наши переговоры, особенно с Путиным, потому что путь к миру лежит через диалог. На следующий день в Стамбуле было принято решение продлить сроки зернового соглашения еще на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция. Украинский агроэкспорт сегодня остается действительным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису. Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины. Фейсбук. Почему Россия согласилась? Давайте говорить откровенно, потому что на сегодняшний день в России не было никаких аргументов сказать, что зерновой коридор не должен работать. Более того, мы видим, как Турция на протяжении всего времени, когда Россия всякие моменты искала для того, чтобы приостановить свою работу в зерновом коридоре, находила и показывала, что все-таки нужно, чтобы соглашение работало. Россия уже пыталась сорвать экспорт украинского зерна. 29 октября Минобороны РФ сообщила, что останавливает действия зернового соглашения после взрывов на боевых кораблях Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе. Эти заявления были проигнорированы. Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов. А уже 2 ноября российская Минобороны объявила о возобновлении своего участия в зерновом соглашении. Даже когда после 29 декабря Россия приостановила свое участие в зерном коридоре, мы, имея соглашение с Турцией и ООН, все-таки исполняли обязательства, которые на себя взяли. Поэтому, даже если Россия в очередной раз будет делать какие-то действия, которые призведут к тому, что зерновой коридор может остановиться, соглашения, которые подписала Украина-Турция и ООН, они будут действительны, они будут работать и мы будем экспортировать. Министр инфраструктуры Украины отметил, что результаты, которых достигли благодаря первому этапу зернового соглашения, необходимо улучшить. Украина уже направила обращение к партнерам по инициативе с призывом увеличить сроки действия договора хотя бы на год, а также включить в него порт в Николаеве. Благодаря зерновому соглашению, которое подписали 22 июля в Стамбуле, Украина экспортировала более 11 миллионов тонн аграрной продукции. Она была доставлена в 38 стран мира. Первый этап зерновой сделки заканчивается 19 ноября.